Макарий 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 Современники вспоминали о владыке. Гордой столице не понравилось его простое учительство. Отшедшие от веры люди считали его за отсталого, неинтересного архиерея. В свою очередь и митрополит Макарий точно оценивал картину современного общества. Мы опять переживаем смутные времена, но тогда все были за Бога, все желали знать, что Ему угодно, а теперь не то. Раньше были все за царя, а теперь опять не то. Он смело обличал нравственную распущенность современников, выступал против всего, что потачивает твердыню Церкви Божией. В 1917 году, после февральского переворота, началась активная кампания против митрополита Макария, оставшегося верным царю и отказавшегося присягнуть временному правительству. Святого сначала принуждали, как несоответствующего духу времени, под угрозой заключения в Петропавловскую крепость, подать прошение об отставке. А затем, нарушая все канонические мирские и Божьи законы, сослали 82-летнего владыку Макария в Николоугрешский монастырь. Последние годы жизни святой прожил почти покинутый всеми, разбитый параличом. Но, слава Богу, не лишившийся способности говорить. Не раз посещал больного владыку патриарх Тихон, и патриарший местоблюститель Петр приезжал к святому старцу за благословением. Выдающийся святитель-миссионер, апостол Алтая, сибирский столб православия, живой русский святой, так называли его современники, почил о Господе в 1926 году. Через 30 лет его честные нетленные останки были перенесены в Троице Сергиеву Лавру и захоронены в храме русских святых Успенского собора. 29 февраля. День памяти святителя Макария, митрополита московского и коломенского, апостола Алтая. КОНЕЦ Продолжение следует...